Здравствуйте! Магазин Автодети. Меня зовут Эльдар. Сегодня небольшой обзорчик по очень популярной модели в первой возрастной группе. Это Brita Extremer 3Fix 2i Size. По группе, то есть первая группа с 9 месяцев получается до 4 лет и с 9 килограмм до 18. Но это кресло немножко исключение из правил. По стандарту это 18 килограмм, но данный автокресс до 22 килограмм. Видимо из-за того, что она очень вместительная. В автокресс есть несколько регулировок. Это пятиточечные ремни. Перед посадкой ребенка нужно их ослаблять. Для этого нажимаете металлическую кнопку и вытаскиваете их со спинки сверху. Регулируется по мере роста ребенка подголовник в нескольких позициях. Максимальная высота это примерно метр пять ростом ребенка, 105 сантиметров. Регулируется наклон в четырех положениях. Максимальный наклон примерно такой угол. В зависимости от скоса у вас сиденья в машине. Это считается стандартным европейский угол. Используется в большинстве именно кресел в первой группе именно такой наклон. Максимально безопаснее и поспать ему вполне можно. По безопасности. Кресло в 2019 году проходило независимое испытание, а так оценка хорошая, она очень безопасная и очень хорошая оценка. В чем же эта безопасность складывается в этом кресле? Во-первых это глубокая посадка, глубокие мощные боковины, снизу тоже вот эта чаша сделана прям с мощными толстыми боковинами. Здесь внутри в спинке встроенной подушки, вот C-side, между двумя слоями пластика расположена пенопластовая подушка для защиты как раз от бокового удара. Подголовник особенной формы, он V-образный, то есть это значит ребенок независимо от возраста, от размера головы всегда голова будет именно зафиксирована плотно в подголовнике, то есть не будет большого расстояния в случае опять же не дабыг там бокового удара. Потом по безопасности крепление изофикс и изофикс здесь необычный, то есть не просто во-первых изофикс, а изофикс якорным ремнем и якорный ремень тоже здесь необычный. В большинстве кресла выходит только один ремень из кресла, это надежно, но два ремня еще надежнее, то есть надежнее, то есть он V-образно складывается в одну точку, но выходит два именно ремня. Более того, якорный ремень здесь необычный в том плане, то что у него есть прострочка, это видимо из технологии, у альпинистов в снаряжении используется такая же история с этим прострочкой, когда они падают с высокой высоты получается, с большого расстояния. Эта строчка постепенно лопается, тем самым сглаживая, то есть понижая именно резкость и энергию удара, здесь тоже самое, она постепенно должна лопаться в случае экстренной ситуации. Потом сам изофикс здесь тоже необычный, называется Pivot Link, то есть он получается плавающий. Это сделано по безопасности, то есть в случае фронтального удара этот изофикс за счет того, что он может гнуться, меняет вектор направления движения манекена в кресле, то есть уменьшает кивок головы вперед, осаждая кресло вниз, то есть манекен больше именно нагрузка уходит вниз, а не вперед, за счет того, что именно плавающее кресло, то есть вжимается в сиденье в машине. И второе, это бонусом, то что этот плавающий зафикс, из-за него кресло немножко может амортизировать на сиденье в машине и это дает вибропоглощение, то есть меньше вибрации передается ребенку за счет мягкого сиденья в автомобиле. По комфорту для ребенка, во-первых, есть положение для сна, наклон, он довольно хороший и регулируется прямо на ходу, то есть когда кресло закреплено, ребенок засыпает, может всегда его взять и разложить. Потом довольно-таки глубокая посадка, но очень комфортно, скос у него продуманно сделать, дети у него хорошо сидят, ножки неправильно располагаются и длины сиденья достаточно здесь. Поддоложен, так как плотно к голове, он двообразный, всегда есть упор для головы, если ребенок засыпает, то голова в разные стороны не будет мотаться на поворотах, например, она будет лежать зафиксированно, удобно. По вместительности кресла не зря, вот как исключение из правил, из стандарта, там все остальные до 18 килограмм, а это до 22, оно на самом деле очень большое. Даже если сравнивать его с креслами из того же, например, Blutex Remer в младшей возрастной группе, они будут чуть-чуть поуже, так как они все-таки с нуля, а это именно с 9 месяцев. Широкая, то есть нежелательная в одежде, но если вдруг, то помните сюда ребенок, там вдруг резко придется посадить одетого ребенка или крупный ребенок здесь нормально залезает. По материалам, это стопроцентный полиэстер, ткань очень качественная, все гладко, все хорошо сшито, ничего нигде не торчит, все удобно. И два варианта подканинник бывает, здесь стандартная, тоже качественно хорошая, а этот вот, скажем, такой расцветкой, это Grey Marvel у них называется расцветка. Она такая как джинсы, более износостойкая, то есть не рвется, не царапается, на солнце не выгорает и она более комфортно будет ребенку скорее всего, потому что стежка шире, она лучше дышит. Какая-то микроциркуляция воздуха здесь будет. И плюс к комфорту возможно вот этот изофикс тоже, который плавающий и он дает именно за счет мягкое сиденье амортизацию и поглощает вот эти микро вибрации. Как установить кресло? Перед установкой в комплекте есть две направляющие, они используются если в машине скобки изофикс находятся очень глубоко и бывает, что они очень зажаты между спинкой и сидушкой, к ним очень трудный доступ. Вот в нашем варианте они у нас открыты, к ним легко достать, то есть вот бывают сиденья, где эти места готовые, направляющие уже встроены, сиденья получаются. Здесь если их нету направляющие, то есть вы их можете надеть на скобки изофикс, они получается раскрывают спинку и сидушку, по ним легче попасть. Для удобства не обязательно используются, но возможно пригодятся. В первую установку нужно открыть люк сзади, в этом люке находится инструкция кресла и спрятать туда якорный ремень. Нужно его открыть и перекинуть его на переднюю часть, чтобы потом его не зажать, к нему доступа не будет. Инструкцию можете вынуть почитать, потому что потом она тоже закроется, доступа не будет. Перекинули якорь, доставим изофикс, чтобы достать просто дергаем за ремень. Вот он вышел для установки. Направляем кресло примерно к скобкам. Можно придерживать изофикс сзади, например, большим пальцем или ладони, как вам удобно. Направить нужно придерживая изофикс, нажать на кнопку и застегнёмся, будет такой оперативный щелчок и зеленый индикатор с обеих сторон. После этого не забудьте обязательно сильно надавить на кресло, чтобы прижать его более плотно на спинке дивана. Прижали-прижали, изофикс прямо на трещотке заезжает и зафиксирует в притянутом положении. И последнее, что нужно сделать, это зацепить якорное крепление TopTether. Если в машине у вас не предусмотрено такое крепление, кресло использовать нельзя. Оно крепится по инструкции только изофикс плюс якорный ремень, без него нельзя. Чтобы ослабить, на ремне есть специальный карабин, его нужно отогнуть вниз и вытаскивать ремень. Сразу можно вытащить с запасом. Запас большой, ответная точка TopTether якорного ремня, скобка в машине может быть на разных расстояниях, расположена где угодно, поэтому такой большой запас. Оставили ремень, пропустили его или вокруг подголовника или внутри подголовника, то есть он по разному бывает. Если расстояние у вас большое, вот этих шпилек, на которые заходит подголовник, лучше между шпилеками пропустить. Если они узкие, то нужно обогнуть. Сделать нужно так, чтобы он сильно в разные стороны или внутрь не сгибался более прямо, чтобы он проходил более ровно или не было. Перекидываем это на ремень, зацепляем за спинкой и затягиваем до того момента, когда в ответной части появится зеленый индикатор. Остаток ремня можно спрятать куда-то в багажнике или у вас например на задней полке оставить его. Все, кресло закреплено. Несмотря на то, что модель вышла с сравнителем недавно, пользуется очень хорошей популярностью и заслуживает доверие у покупателей. То есть даже почти не с чем его сравнить, у него толковых конкурентов мало в этой группе. То есть оно вместительное, более-менее комфортное, хорошо крепится, очень право к дому на крепление изофикс. И по безопасности хорошая оценка по тестам. То есть прекрасный вариант, рекомендуем. И спасибо за внимание, до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...